Привет всем! Меня зовут Виталик, я алкоголик. Я трезвый, слава Богу, 3 года, 9 месяцев и 5 дней. Моя домашняя группа это группа Альтернатива в городе Бат-Ям, это в Израиле. Большое спасибо за приглашение, за тему, второй шаг. Очень люблю тему второго шага. Напомню, как он звучит. Мы поверили, что только сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. Ну, по сути, этот шаг, второй шаг и первый шаг, они объясняют, в целом объясняют всю программу. То есть, первый шаг говорит о моей проблеме, о проблеме алкоголизма и о невозможности разрешить эту проблему какими-либо имеющимися у меня средствами. А второй шаг нам говорит, по сути, про решение. Про то самое решение, высшая сила, Бог, духовный опыт. А последующие шаги, они просто показывают дорогу. Ту самую дорогу, по которой я могу прийти от своей проблемы, той проблемы, которая описана в первом шаге, к своему решению. То самое решение, которое описано во втором шаге. Я очень долго не понимал вообще, о чем идет речь во втором шаге, да и в третьем, в принципе. Поэтому лично для меня эта тема очень интересная. Я понял, о чем идет речь во втором и третьем шагах, когда я уже писал восьмой. И, ну, на сегодняшний день я знаю, что все-таки шаги это не что-то, что, ну, я, в крайнем случае, в мое. Когда я говорю, я говорю про свой опыт, да. То есть, если этот опыт отличается от вашего опыта, ну, это вполне нормально. У каждого человека свой опыт, в том числе и в нашей программе. Вот, я действительно верю, что нету плохого или хорошего опыта. Любой, каждый человек имеет право на свой опыт, у каждого должен быть свой опыт. Но вот мой опыт говорит о том, что все-таки шаги, шаги это не что-то, что вот я понял и сделал. Большая часть шагов со мной случаются. Вот, все, что касается первых трех шагов в особенности, да. Со мной это случилось. И только гораздо позже я понял, что именно со мной случилось. И что именно это были вот эти вот шаги. Потому что второй шаг случился, когда я сидел в реабилитационном центре в 2017 году. Где, по сути, и началась моя трезвость, и началось мое знакомство с сообществом анонимных алкоголиков. И с программой 12 шагов. И там я впервые услышал, ну, может быть, где-то до того я слышал это слово, анонимные алкоголики. Все-таки я смотрел фильмы американские, читал литературу. Ну, скорее всего, мне где-то это попадалось, но никогда я не обращал на это никакого внимания. Поэтому, вот, впервые до меня донесли, скажем так, донесли весь то, что у нас называется, об анонимных алкоголиках. Это вот, когда я находился в том самом реабилитационном центре. Для меня это было, ну, новостью, открытием, скажем так. Я не помню, что именно люди вот рассказывали в самом начале. Естественно, мое состояние, оно было состояние, ну, в каком человек, в каком состоянии человек попадает в реабилитационном центре. Вот, и люди что-то рассказывали, рассказывали, и первое, что я услышал от анонимных алкоголиков, вернее, первое, что я услышал и до меня как-то дошло, это решение Бог, высшая сила. И я помню то самое чувство, которое у меня возникло вот в тот момент. Чувство, знаете, как будто внутренний голос мне сказал, да, вот, вот, вот оно, вот это вот может быть решение. И я почувствовал огромное-огромное облегчение. Но дело в том, что это продолжалось всего, всего, наверное, несколько секунд. Покуда, ну, мой внутренний голос, или я сам, сам сказал себе, ну да, окей, наверное, это может быть отличное решение. Наверное, это единственное решение, которое может быть. Но ведь Бога нет, да. Ну, вот так вот я считал на тот момент. Так вот я считал на тот момент. И поэтому, несмотря на то, что вот эта вот сама идея решения моей проблемы при помощи какой-то либо там высшей силы, при содействии какой-либо высшей силы Бога, ну, произвела на меня сначала очень сильное впечатление, но очень быстро я вернулся в свое, ну, скажем так, нормальное состояние, да, в том, в котором я пребывал, наверное, последние там 30 лет своей жизни. А это, ну, я был, я не люблю это слово атеист, но в крайнем случае я был стопроцентным материалистом, человек, который, ну, на корню отвергал всякие идеи, там, Бога, высшей силы, духовности. И не важно, что мне там говорили эти алкоголики, что, как они мне это пытались донести, в какой форме, потому что у нас, знаете, приходит новичок, вот, типа меня, и начинают ему сразу говорить, ну, смотри, ты там не парься, да, это не Бог, а Бог, как ты его понимаешь, или это, может быть, не Бог, а вообще там высшая сила, да, и это там не религиозная программа, это духовная программа. Ну, честно сказать, вот мне было абсолютно похрен, да, то есть мне не хотелось ни того, ни другого, да, я не верил ни в то, ни в другое, и мне ничего не нравилось, да, я не видел и не понимал разницы, для меня это было, ну, все, все одно и то же. Как я уже сказал, мне абсолютно ничего из этого, ну, мне казалось, что, там, в 21 веке, да, взрослые люди, говорить серьезно, серьезно на тему какой-то там духовности или Бога, но это, ну, это как минимум не серьезно, это как минимум не серьезно, и уж тем более рассматривать это как какой-то вариант, какой-то выход для той действительно серьезной проблемы, которая у меня была. А на мое счастье, вот, с чем, с чем у меня не было проблемы, так это как раз-таки с первым шагом. То есть я действительно понимал, понял на тот момент всю серьезность моего состояния. Больше 20, наверное, 23-24 года употребление последние 15 лет, это было ежедневное употребление сначала наркотиков, потом наркотиков и алкоголя, потом только алкоголя, за плечами была тюрьма, судимость из-за наркотиков. В самом начале пути, в самом конце пути, ну, в конце пути за пол, за год до того, как я оказался в репцентре и познакомился с анонимными алкоголиками, это была больница, из которой я вышел с циррозом печени. И был очередной срыв после полугодичной трезвости. И, ну, скажем так, мне не надо было объяснять всю серьезность моего состояния. Я реально умирал, да, то есть я умирал, по сути, во многих понятиях я был уже мертв. Абсолютная деградация психическая, физическая, духовная, душевная. По сути, то есть, ну, вот в том самом состоянии, в котором я оказался в том самом репцентре, мне еще, ну, вот чуть-чуть совсем оставалось до физической смерти. И все. Я не понимал, почему это происходит. Да, естественно, я видел, что я не могу пить, как нормальные люди, хотя я приложил достаточно много усилий, чтобы действительно научиться этому. Никогда у меня не было целью, ну, скажем так, убивать себя при помощи алкоголя. Но, тем не менее, это то, что происходило, когда я начинал пить. Я никогда не мог остановиться, сколько себя помню. Вот первый раз, когда я выпил в своей жизни, я выпил много. И так это продолжалось на протяжении последующих, ну, как я уже сказал, больше 20 лет. Я пробовал не пить, и у меня это тоже не получалось. У меня это тоже не получалось. И я... Единственное, что я не понимал, почему. Я не понимал, почему. И те самые анонимные алкоголики, которые приходили в реп-центр, плюс консультанты, которые тоже рассказывали много про программу, рассказали, объяснили мне про, ну, что такое алкоголизм, какие у него симптомы. 100% идентификация у меня была в этом вопросе, да, никаких... Никакого отрицания, никаких споров, ничего, да. Ну, вот, да, 100% идентификация. И на самом деле это... Я считаю, что это то, что вот мне спасло жизнь. По сути, это то, что и приводит ко второму шагу, ведь второй шаг это единственное логическое продолжение первого шага. То есть, если первый шаг честно принят, то есть он понят и принят вот то, что там есть, то, по сути, все, что мне остается, это две дороги, как написано у нас в книге. Или пойти с пиццей сдохнуть, или принять ту самую помощь, которую предлагают анонимные алкоголики. Как я уже сказал, мне абсолютно не понравилось то, что мне предлагали анонимные алкоголики. Мне это не нравилось, я не считал, что это, ну, может быть эффективным, особенно по отношению к такому человеку, как я. Но, с другой стороны, больше никаких вариантов у меня не было. Больше никаких вариантов у меня не было. И что нам предлагает, по сути, второй шаг? В большой книге написано, отложить в сторону наше предубеждение и выразить готовность поверить в силу. Предубеждения. Какие предубеждения? Ну, у меня было очень много предубеждений. Когда-то в детстве, я помню, я верил в Бога, или, может быть, даже хотел верить в Бога, я точно не помню, да, и мне Бог представлялся, ну, как ребенку, советский ребенок, да, времен перестроек, тогда уже немножко больше было разговоров на эту тему, но мне Бог представлялся неким таким, знаете, добрым дедушкой, который сидит там где-то на небе, наблюдает за всеми, карает плохих людей и помогает хорошим людям. И на самом деле мне эта концепция, как ребенку показалась, очень классная концепция, да, ну, классная по одной простой причине, потому что, ну, себя я всегда считал хорошим человеком, себя я всегда считал хорошим человеком, и мне казалось, ну, это очень классным, что есть кто-то там всесильный, всемогущий, который будет вот помогать и заботиться о таком, как я. Но почему-то это, это, скажем так, идея не выдерживала проверки, ну, на практике, да, потому что, как ребенок я был с самого начала, во мне очень проявлялся мой алкоголизм, мой эгоизм, мой геоцентризм, моя постоянная зацикленность на себе, что приводило меня к, ну, множество всяких безумий, которых я творил в своей жизни. Я воровал, меня ловили, я думал, блин, ну, а где же тот бог, который должен меня защищать, меня охранять. Я врал, меня ловили, я думал, блин, ну, а как же бог, почему же он обо мне не заботится о таком хорошем, да. То есть, ну, я себя, я себя считал хорошим человеком, да, при этом, при этом я делал, ну, огромную массу поступков, которые, ну, мне казалось, что, ну, бог-то должен знать, что я на самом деле хороший, да. Я же вот это, то, что делаю, это же не со зла, я же на самом деле никому не хочу причинить вреда, никому не хотел причинить вреда. Ну, просто так вот получилось, да, а так вот просто получилось. И, как я уже сказал, ну, это вот, как бы, абсолютно была нерабочая, нерабочая схема. И так со временем я, в принципе, пришел к какому-то убеждению или пониманию для самого себя, что все это ерунда, что все это сказки, никакой, никакого бога нету, никакой высшей силы нету. Вернее, я очень быстро нашел свою высшую силу, в 14-15 лет, когда я впервые попробовал алкоголь, потом в 15 лет, когда я попробовал наркотики. Ну, волей-неволей, неосознанно это и стало моей высшей силой на долгие годы вперед. Действительно, при помощи алкоголя я решал, решал опять же в кавычках, но мне казалось, что я решал или мог решить любую проблему. Ну, какая может быть проблема? Вот проблема есть, вот взял, выпил, все, проблемы нету. Ну, работало идеально в моем случае, да, работало идеально в моем случае. И, ну, мне казалось, что так будет всегда и что нету, ну, никакой, никакой проблемы, которая бы мне не мог решить алкоголь. Да, он был со мной и в горе, и в радости, и в моих удачах, и в неудачах, и в моих успехах. И так продолжалось много лет, походу действительно это не перестало работать. Сначала это работало все хуже и хуже, меньше и меньше, да, эффект от этого становился. А потом это, ну, просто начало меня убивать. Но, у меня был, у меня была другая высшая сила, ну, мой собственный разум, я всегда, мне всегда казалось, что, ну, блин, я-то выкручусь, я-то действительно найду решение, как это сработает. То есть, ну, не бывает такого, да, я выкручусь. Ну, при помощи другой силы, да, я действительно, где только не искал решения своей проблемы. врачи, психологи, наркологи, при помощи силы воли, после того, как мне поставили диагноз сароспечени, это был очень-очень сильный страх, и я думал, что вот, ну, страх, это настолько мощная сила, да, что поможет мне оставаться трезвым до конца жизни. И, тем не менее, ничего из этого не сработало. Ничего из этого не сработало. И в тот момент, когда я оказался в, вот, в репцентре, да, в анонимных алкоголиках, я знал, что ничего из этого мне не поможет. И я понимал, что если вот то, что мне предлагают анонимные алкоголики, и это не сработает, ну, я умру. А отказаться от предрассудков, то, с чего я начал говорить, да, вот, в большой книге, ну, по большей части, вот, из моего личного опыта и тех людей, кого я знаю, своих поспонсорных, все предрассудки, они по большому счету сводятся к двум основным вещам. Ну, первое, это то, что Бога нет. Опять же, когда я говорю Бог, я подразумеваю Бог, как вы его понимаете, как я его понимаю, как каждый из нас понимает. Не важно, как это называть. То, что Бога нету, да, а второй предрассудок, даже если он есть, то мне это не поможет. По той или иной причине, по той или иной это, но мне это не поможет. Вот, отложить эти предрассудки в сторону, то, что предлагает большая книга, то есть принять хотя бы как некую рабочую гипотезу, что, ну, возможно, да, что возможно это по-другому, что таки, да, Бог есть, и да, Он мне поможет. Ну, или сам факт существования этой высшей силы мне поможет. Тем более, что у меня перед глазами был достаточно хороший пример в лице, тех самых трезвых анонимных алкоголиков, которые сидели прямо передо мной, которые были точно такие же, как я, и в этом не было никаких сомнений, когда, ну, у меня не было никаких сомнений, когда я слышал их рассказы, но, тем не менее, они находились вместе гораздо лучше, чем я. Они были трезвые, кто-то там год, кто-то пять, кто-то десять, и, судя по всему, они были довольны своей трезвостью. То есть, то самое чудо, в которое я не верил, ну, сидело прямо у меня перед глазами, как вот Билл, писал про Эбби, да, сидело у меня перед кухонным столом, да, то то же самое, это чудо сидело у меня перед глазами, вот на стульях в репцентре. И выразить готовность, то есть выразить готовность, это по сути, если я принимаю, если я согласен хотя бы гипотетически принять идею существования высшей силы, которая может мне помочь решить мою проблему, сделать что-то, чтобы это действительно сработало. То есть, здесь моя часть, потому что, потому что, ну, очень часто эти вопросы можно услышать от новичков, ну, окей, хорошо, я верю в Бога или там высшую силу, я его просил, не раз, и не два, и не десять, я много раз просил и пытался, да, вот, ну, мне это как-то, ну, никак не помогало, то есть, да, почему мне это не помогало? Тут дело в том, что эту помощь нужно уметь принять и использовать, а это требует от меня неких действий, тех самых действий, которые описаны у нас в последующих шагах. Вот, и по сути, но, я вижу, время моё заканчивается, да, много, долго могу говорить про тему второго шага, но, по большому счёту, и закончу, наверное, тем, что, добавлю, мне казалось, что вот эта вся тема с Богом, с высшей силой, она не сработает именно по той причине, потому что у меня нету веры, ну, я не верю в высшую силу или в Бога. На что мне было сказано, и сегодня я действительно в этом понимаю, что вера это некий бонус, это награда за те действия, за тот образ жизни, который я принимаю и начинаю вести. Ведь в той же большой книге у нас сказано, что у нас есть к вам два предложения, Бог всё или ничего, есть Бог или его нет. Это предложение в большой книге не написано, поверьте или не поверьте, что это так. Там написано сделайте выбор, сделайте выбор, что вы выбираете. И, ну, на моё счастье, у меня хватило на тот момент честности, смирения и смирения. Это не мои достоинства, это то, это то, к чему привёл меня первый шаг алкоголь, да, принять, принять это предложение, что Бог всё или ничего и то, что Он есть. И этого оказалось достаточно, как сказано у нас в книге, чтобы на этом основании построить целое духовное мировоззрение, да, благодаря чему во многом я на сегодняшний день трезвый. Ну, и, наверное, на этом я закончу. Спасибо, что послушали, друзья. Если будут какие-то вопросы, с радостью отвечу. Всё, спасибо. Рекординг stopped. Да, окей, значит, вопрос, я так понял, да, хожу на онлайн-группы, вижу, слышу пьяных, тоже появляется желание, иду и бухаю. Тут вопрос в том, что, а что я делаю помимо хождения на группы? Допустим, не буду я ходить на группы вообще, ну, тогда всё равно всё равно это желание появится, да, то есть, сами по себе группы, хождение на группы, оно не является решением проблемы. Ну, ко мне желание приходить, оно в первое время, особенно первые месяцы выздоровления, оно меня не покидало никогда. Я ходил на группу, мне хотелось бы выпить, я не ходил на группу, мне хотелось выпить. группа это не решение, не решение проблемы. Решение проблемы это 12 шагов получения того самого духовного опыта. Но даже при этом, даже при этом желание выпить не уходит сразу. Ну, есть люди, конечно, у которых, особенно те, у которых случается довольно ощутимое духовное пробуждение в самом начале программы, я лично знаю таких людей, их немного, которые фактически сразу вот это вот желание выпить почти уходят. Но у большинства людей, которых я знаю, в том числе и я, желание выпить сохранялось еще какое-то время. Да, я помню, у меня оно начало проходить где-то там по мере прохождения шагов, где-то там в пятом шаге, когда у меня уже было полгода трезвости, и ничего не поделаешь. Решение бросить пить должно быть безоговорочным и окончательным. А это значит, что я не иду пить, даже если мне хочется. Это просто так не пройдет. Ну, это просто так не пройдет. Я алкоголик и нелогично, что мне не захочется выпить. А если это действительно проблема, ну, скажем так, пьяные, наличие пьяных на группе служат каким-то там, я не знаю, дополнительным триггером, да, ну, можно ходить на те группы, я знаю, я ходил на множество групп онлайн, в том числе вот на нашей израильской онлайн-группе, которая проходит каждый день, и там, ну, фактически никогда не бывает пьяных, это очень-очень редкий случай, а наоборот, полно выздоравливающих людей, которые говорят о выздоровлении, которые могут поддержать там, провести по шагам, и, ну, вот, ну, и все равно, и при этом будет хотеться выпить, и это нормально для алкоголика, что ему хочется выпить, ничего не поделаешь, это нужно перетерпеть, это нужно пережить, и, делая действия по программе 12 шагов, можно быть уверенным, да, что это пройдет, это пройдет, если нет, но оно вернется, буду ли я ходить на группу или не, буду я ходить на группу, буду ли я там видеть пьяных или не буду, как сказано у нас в книге, даже если я уеду куда-то там на Северный полюс, все равно появится там какой-нибудь эскимос с бутылкой, да, который испортит все дело, здесь дело не в группах и не в пьяных, дело в том, что я алкоголик, но как-то так. И еще, если можно вопрос, как быть, если не можешь полностью довериться Богу и отпустить контроль, кажется, что я знаю, как и что для меня лучше. Виталий, тогда тебе слово. Понятен вопрос? Да, вопрос понятен, спасибо за вопрос, но на самом деле шаги, программа, в том числе и доверие Богу, это процесс. Ну, раньше мне казалось, что я вот сделаю некий шаг, да, и я получу как бы мгновенный результат. Но на сегодняшний день я знаю, что шаги, прохождение шагов со спонсором, чтение книги, это по сути не конец процесса, это только самое начало. И доверие, доверие к Богу, это процесс, ну, скажем так, это наживное. Это и то же самое, то, что касается отпустить контроль. это не то, чтобы я вот там сделал третий шаг, принял, да, встал на колени, там, прочитал молитву, перепоручил Богу, даже если я внутренне абсолютно согласен и делаю это честно, и все, я встал с колен, и я уже другой человек, я уже полностью отпустил контроль, да, у меня полное доверие к Богу. Нет, так не бывает. Это процесс, это процесс длиною в жизнь, и здесь главное честное намерение, намерение, желание и готовность, готовность делать. А все, что от нас требуется, вот как сказано у нас в пятой главе, которую ведущий читал в самом начале, да, что мы не святые, и по сути все 12 шагов, они представляют собой некие идеалы, по сути идеалы, они недостижимы, возможно у меня никогда не будет полного стопроцентного абсолютного доверия к Богу, да, точно так же, как я наверное никогда не смогу полностью абсолютно отпустить контроль на 100%, мы не святые, главное в том, что мы хотим духовно развиваться, духовный прогресс, а в чем заключается духовный прогресс, ну в том, что сегодня я доверяю Богу чуть больше, чем я ему доверял вчера, что я сегодня у меня получается отпустить, да, контроль чуть-чуть, да, больше отпустить, ну или чем, чуть меньше контролировать, чем это у меня получалось вчера, и я действительно, но честно, я это хочу, я делаю, у меня это часто не получается, да, на сегодняшний день, уже скоро 4 года в программе, и я, ну, далек от полного доверия к Богу, точно так же, я и далек от того, чтобы отпустить полностью контроль, но тем не менее, как я уже сказал, это процесс, это процесс, где главное движение, движение вперед, тот самый духовный прогресс, ну вот, как-то так. Спасибо большое, вам благодарны, я программу еще не прошла, подскажите, пожалуйста, как справиться с обидой на Бога за то, что он дал или чего не дал, за испытания, боль, проблемы со здоровьем, несправедливость в мире? Я думаю, Виталий, наверное, начнет отвечать. Да, спасибо за вопрос, ну, на самом деле, мне кажется, что обида на Бога, чаще всего, ну, тут нужно проверить, изначально, все-таки сделать программу, написать инвентаризацию, пятый шаг, и посмотреть, а действительно ли Бог настолько виноват во всех этих моих проблемах, или это, или все, в чем я пытаюсь обвинить, скажем так, ну, или какие-то претензии к Богу, да, являются результатом моего своеволия. То есть, да, у меня цирроз печени, это потому, что мне Бог там такое испытание послал, или это потому, что я выпивал по две бутылки водки каждый день, да, день за днем, да, на протяжении многих лет, да, поэтому у меня проблемы со здоровьем, или это испытание от Бога, да, моя жизнь разрушена, не состоялась, да, находится в полном этом, это потому, что Бог, я вообще, перед тем, как я какие-то претензии к Богу, ну, по поводу своей неудавшейся, несложившейся жизни предъявляю, а я свою предыдущую жизнь я пытался согласовывать с тем, что Бог для меня действительно приготовил, с той самой Божьей волей, я жил с Богом, я руководствовался Его волей, теми самыми духовными принципами, или это вот, да, является результат, результат моих, вот, да, это тоже относится к прошлому вопросу, или это является результатом того, что я вот, ну, лучше знаю, лучше понимаю, как мне хорошо, ну, что хорошо для меня, вот, и это первое, что мне кажется, а со вторых, естественно, после ответа, честного ответа на эти вопросы, я, ну, тоже понял, что по большей части, да, то, в чем я обвиняю Бога, ну, к Богу никакого отношения не имеет, это все результат моих действий, но, конечно, есть некоторые вещи, которые, скажем так, я не виноват, да, и каждый человек, ну, может родиться там, например, в неблагополучной семье, могут быть какие-то изначально проблемы, там, со здоровьем, с этим, которые, ну, не являются прямым, скажем так, следствием моего, там, алкоголизма, или какого-то моего своеволия, но, в программе есть еще одна вещь, которую я научился, это благодарность, да, смотреть на что, что действительно, не только на то, что у меня ничего у меня нету, а на то, что у меня есть, да, и сегодня, я знаю, что, несмотря на все это, ну, в конечном итоге, есть люди, которые умирают при рождении, есть люди, которые рождаются полными инвалидами, да, есть люди, которые проживают в мучениях, там, всю, всю жизнь, да, есть люди, которые, я не знаю, где-то там в Африке, умирают от голода, да, где-то там от войн, а я нет, да, то есть, и вот это вот моя постоянная вот эта привычка смотреть только на пустую, ну, пустую половину стакана, абсолютно забывая о той полной, полной, скажем так, половине стакана, ну, вот это вот то, что я научился в программе, да, благодарности, благодарность за то, что у меня есть на самом деле, и, ну, ответственность за то, ну, к чему я сам, за весь тот ущерб, который я нанес, в том числе и самому себе за более чем 20 лет моего самого активного пьянства и потребления, вот, и действительно, когда начинаешь, начинаешь жить, основываясь вот на других, уже на других принципах, да, руководствуясь Божьей волей, действительно, можно посмотреть, ну, получается увидеть, насколько Бог любящий по отношению ко мне, и насколько действительно Он мне дал, ну, ведь ничего из этого я на самом деле не заслужил, да, то есть я даже не заслужил вообще родиться на свет, это не моя заслуга, это, да, и то, что у меня сегодня две руки, две ноги, электричество в комнате, там, еда в холодильнике, вода в кране, ну, в этом нету абсолютно никакой моей заслуги, всего этого могло запросто не быть, да, и опять же, есть миллионы людей, у которых этого нету, вот, поэтому благодарность, благодарность и ответственность, мне кажется, ответ на этот вопрос, спасибо. Повтори, пожалуйста. Смог ли ты решить проблему, и проблемы других зависимостей, связанные с веществами, и не только, например, созависимость и так далее, применяя только программу АА, или все же ходили и в другие параллельные сообщества, спрашивает Светлана. Да, спасибо за вопрос, но опять же, то, что я скажу, это, ну, мое мнение, мой опыт, опять же, возможно, кто-то с ним не согласится, но в целом, в целом, в общем, я согласен с тем, что говорил до меня Кирилл, тут очень важно понимать, идет ли речь действительно о зависимости, ну, проблема созависимости, а как решается проблема созависимости, ну, созависимые, первые, решили свою проблему, точно так же, как мы, они взяли нашу программу, и сделали все то же самое, что и сделали мы, ведь, общество Алануна, ну, по сути, и оно изначально являлось, как бы, это была семейная программа, она решала, то есть, и жены алкоголиков, и это, они пришли к тому же, что они могут решать свои проблемы, всеми теми же способами, что мы, что и мы решаем, ну, только немножко изменить, вот действительно, первый шаг, то есть, первую часть первого шага, и, ну, мне очень, ну, мне кажется, очень важным действительно понять, мы же вот, мы, я не обобщаю всех, но очень многие, кого я слышу, мы очень любим, на любую нашу проблему, приклеивать, вот этот вот, да, ярлык зависимости, я часто слышу, да, людей, там, вот, я, 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 там, алкоголик зависимый, я сексоголик, у меня там, обжора, я там, да, и у меня вообще 10 зависимости, ну, ребята, я не знаю, как вы относитесь к зависимости, у меня одна зависимость, алкоголь, да, одна, вот эта вот, единственная зависимость, да, она меня, ну, извиняюсь, поставила раком, отымела по полной, и чуть не убила, я чуть не сдох, я еле-еле одна, вот одной этой зависимости хватило, чтобы, да, ну, я не думаю, что, что я бы смог пережить, там, еще и 2-3 зависимости, но, на самом деле, очень часто это является, то, что, ну, мы называем зависимостью, является частью моего, того же самого алкоголизма, ведь алкоголик, когда лишается алкоголизма, того, что его наполняет, ну, автоматически его голова начинает, искать замену алкоголя, да, искать замену алкоголя, опять же, еда, секс, деньги, работа, отношения, неважно, да, и каждый раз, когда я нахожу для себя какую-то кайфушку, которую я могу как-то возместить, отсутствие алкоголя, у меня врубаются все те же симптомы, одержимость мышления, да, обсессия, иллюзии, и вот это вот, да, там, и уже полный набор моих дефектов и недостатков характера, опять же, является ли это действительно зависимостью, или это является ли частью моего, ну, нелеченного, недолеченного, скажем так, опять в кавычках, я использую слово лечено, алкоголизма, да, и вопрос в том, а делали я все по программе 12 шагов, ведь у нас очень часто люди начинают ходить, да, еще не закончили программу анонимных алкоголиков, да, еще не начали транспонсировать, да, и начинают ходить по разным сообществам, но я могу сказать, что вот я в одной, то же самое, насчет, то, то, что мне одной зависимости хватает, хватило вот так вот, чуть-чуть, ну, свыше крыши, чуть меня не убить, то же самое я могу сказать насчет программы 12 шагов, ну, почти вот 3 года и 9 месяцев, ну, хорошо, 3,5 года, да, я, ну, старательно, практикую принципы нашей программы, на ежедневной основе, прошел шаги, сам спонсирую много, там, служу, много в сообществе, и вопрос, а насколько ли я выполняю свою программу выздоровления, ну, честный вопрос, чаще всего будет, ну, блин, не так-то, не так-то уж я, и часто тщательно выполняю, то есть, то малое, ну, малое можно сказать, что у меня есть, и проблема в том, что, действительно ли это, вот, какая-то серьезная зависимость, ну, или это какая-то одержимость, которая, моя, моя голова, моя болезнь, алкоголизм нашла за место алкоголя, чаще всего, из того, что я вижу, это, ну, это действительно не, 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 речь идет не о какой-то там серьезной зависимости, а просто, опять же, ну, опять же, хождение по сообществу, написание шагов, по другим системам, по другим схемам, это все какое-то время наполняет, и, да, и это может занимать время, это может быть интересно, и может быть даже казаться, вот что, что я что-то делаю, вот это вот движуха, да, как один из спикеров, очень прикольных, американских, сказал, да, то есть, есть действие, а есть экшн, да, а есть активность, мы очень часто заменяем действие, а действие, это вот реально действие по 12 шагам, то есть, ну, которые после прохождения шагов сводятся вот к 10-му, 11-му, 12-му шагу на ежедневной основе, мы заменяем активностью, движухой, пойду туда, послушаю тех спикеров, посмотрю там, сделаю то, сделаю все, да, то есть, и за всем этим очень часто забываем делать какие-то элементарные, простые вещи, которые говорят, говорит программа, и отсюда начинаются все проблемы, а если есть что-то, ну, можно, я вот, например, читаю много литературы других сообществ, я нахожу, мне просто интересно, да, у меня нету проблемы с созависимой, но я очень много чего подчеркнул из их литературы для взаимоотношений, там, со своими родителями, или вон, с базовых книг, текста, там, в ВДА, это интересно, это можно читать, этим можно интересоваться, ну, вот, для того, чтобы как-то прийти к пониманию проблемы, может быть, более четкому пониманию проблемы, да, для этого не обязательно, там, идти в другое сообщество, брать другого спонсора, делать шаги, потому что решения везде одно и то же, ну, 12 шагов у всех одинаковые, да, а решают проблему, одно, Бог, духовный опыт, применение духовных принципов, на ежедневной основе, они абсолютно одинаковые, да, в любом сообществе, в любой программе, вот, и, ну, вот, примерно как-то так, так.